В саратовских многоэтажках завершается краткосрочный капитальный ремонт. Его в этом году проведут в 113 многоквартирных домах областного центра. Деньги предоставил фонд содействия реформированию ЖКХ, областной и городской бюджеты, а оставшуюся часть составили средства собственников жилья. Первые итоги ремонта оценили областные власти и наша съемочная группа. До сих пор не нарадуются на новый лифт жильцы дома по улице Челюскинцев. В рамках капремонта этого года здесь меняют кабины во всех подъездах. Им уже по 44 года. А сколько меняете? Все пять. В каждом подъезде, да? Ну, в каждом подъезде. Да, вот у нас пятиподъездный дом. И меняем во всех пятиподъездных. Когда последний раз меняли? Ой, в 70-м году, когда ставили. В 70-м, когда дом построили? Проверить качество капремонта приехал лично губернатор. Пока глава региона опробует новый лифт, жильцы уже готовят вопросы. Основной здесь по замене труб отопления. Последний раз ремонтировали в 93-м году отопление. В 92-м ту сторону, в 93-м в этой стороне. И уже мы столько же штопали. Жители этого дома объединились в ТСЖ. Поэтому многие проблемы им решать проще, уверен губернатор. Деньги собирают и тут же сами распределяют, куда требуется. Об управляющих компаниях такого не скажешь. Средства тратят не на нужды дома, а на свои собственные. Как результат, уже несколько уголовных дел в отношении руководства управляющих компаний. Управляющие особенно, которые набрали домов, а управлять качественно, ими просто не могут. Отчасти не хотят. Будем про ваш пример теперь рассказывать. Насколько вы все вместе, объективно, открыто обсуждаете и проблемы, и планы свои выстраиваете, как выйти из той или иной проблемной ситуации. В этом доме на Чернышевского тоже ТСЖ. И также капитальный ремонт укладывается и в сроки, и в средства. Здесь полностью отремонтировали кровлю. Самое главное, что мы, во-первых, и деньги использовали по этому году, и качественно превратили их в ремонт, который необходим. Крыша, как вы говорите, и подвальные, все эти коммуникации, которые там имеют место быть, они, конечно, должны находиться в исправном состоянии. Замена кровли обошлась почти в 3 миллиона рублей, но сделали все на совесть. У местных жителей скопились коммунальные вопросы не только по своему дому, но и по другим районам города. Как подниматься туда, в парк Победа, никогда тротуар не чист, ни зимой, ни летом. Сделали ограду там, чтобы машину хоть на тротуар не заезжали. Ее сломали, так оно и сломано. А дети в школу ходят, 11-я школа где. Тротуары вообще беда Саратова, говорит глава региона. Эту проблему в областном центре еще решать и решать. Не тротуаров. Вы сами ходите, особенно пожилое население, и в магазины, и в больницы. Ну и вообще каждый день люди ходят, а тротуары у нас в безобразном состоянии. Поэтому проезжую часть более-менее подделали, более-менее. А вот тротуары надо будет заниматься, будем заниматься. Пока же предстоит завершить краткосрочный капитальный ремонт этого года. За месяц предстоит закончить работы еще в 47 домах Саратова. На сегодняшний день завершено около 60% всего капремонта.